289 лет назад, 12 января 1722 года, указом Петра I при Сенате был впервые учрежден пост генерал-губернатора, наделенного широкими полномочиями по надзору за деятельностью этого органа власти. Уже через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров. С этого исторического момента Институт прокуратуры в России начал стремительно развиваться. Я от себя лично хочу тоже весь наш дружный коллектив поздравить с 289 годовщиной образования российской прокуратуры, пожелать всем удачи, здоровья, долгой прокурорской жизни, чтобы она была исключительно веселая, счастливая, чтобы побед побольше было в работе, чтобы звания исключительно были досрочными, а никак не наоборот. Работа всего коллектива зависит от каждого из нас. То есть по поступкам и по делам каждого народ, руководство судит о работе всей прокуратуры. Поэтому я еще раз хочу всем пожелать трудолюбия, как сказал Юрий Ильич, мира, благополучия всеми. Помимо поздравлений от своего руководителя, особо отличившиеся сотрудники прокуратуры получили различные поощрения от прокуратуры Московской области и Генеральной прокуратуры. Сотрудники Одинцовской прокуратуры в минувшем году успешно занимались расследованием значительного количества резонансных дел, как уголовных, так и административных. От нарушений в сфере жилищного законодательства до пресечения незаконной работы стимулирующих лотерей. До сих пор прокуратура в России остается единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова